Муаммар Каддафи В речи Каддафи вслушивался наш коллега Ренат Давлетгильдеев Ренат Да, добрый вечер коллеги Ну действительно, сегодняшний день полковник явно может записать себе в актив В первую очередь, конечно, за то, что выбил повстанцев из Бреги Одного из главных нефтяных центров страны, наряду с Раслануфом Повстанцы в какой-то момент даже начали экспортировать через Брегу нефть Чем изрядно разозвили Каддафи Видео, которое вы сейчас видите, снял один из участников боев Сегодня, во время сражений за Брегу, мятежники как дети радуются Каждому выпущенному снаряду с Тойот, переделанных в боевые машины Причем Тойоты эти едва ли не главная наступательная сила повстанцев Силы Каддафи вооружены лучше, пусть и советские, но вполне боеспособные системы Залповая огня отвечает на удары с Тойот куда более мощно Как итог, мятежники спешно сворачиваются, бегут в рассыпную фактически Удивительно, но тактику партизанской войны, похоже, взяли на вооружение именно силы Каддафи Они незаметно окружают позиции повстанцев и к атаке те оказываются просто не готовы Сразу же после победы в Бреге ливийские правительственные войска прорвались к центру города Миссурата Очевидцы описывают это так На улицах танки по домам идет беспорядочный интенсивный обстрел Десятки зданий разрушены На фоне этих событий, как предательство, прозвучали слова одного из лидеров повстанцев Мустафа Абдулджалиль заявил, что силы оппозиции могут прекратить сопротивление Если Муаммар Каддафи сядет за стол переговоров и пообещает провести свободные выборы Но, правда, он оговорился, полковник на это все равно не пойдет никогда Ну а сам Каддафи с каждым днем становится, так, ощущение все более одиноким Окружение ливийского лидера активно редеет Позавчера из страны в Лондон бежал бывший министр иностранных дел Муса Кулса Сегодня об официальной измене полковнику сообщил и представитель Ливии ВООНа Али Абдусалям Правда, глава службы внешней разведки Абузаид Дурдах Объекция которого в Тунис сообщило вчера агентство Рейтер Сегодня эту информацию о проверке даже лично позвонил на ливийское телевидение Чтобы принести присягу к Каддафи публичную Следующими, кто предпочтет, возможно, уехать из Ливии в тот же Лондон Возможно, могут стать министр нефти Шук Реганем Абдаласи Нуся, это зять полковника, о их возможных связях с повстанцами Сообщили накануне европейские СМИ Коллеги Спасибо, Ренат Это был Ренат Давлит-Гильдеев Добавим, что западная коалиция была вынуждена сократить налеты на Ливию Из-за погоды В пустыне в Северной Африке начались сильнейшие песчаные бури Ну и вдобавок США объявили, что с завтрашнего дня их самолеты прекратят боевые вылеты В рамках международной операции Все это как нельзя более на руку Муамру Каддафи Это термин «буря в пустыне-2», да, неожиданно стал буквальным И песчаные бури – это очень серьезная и опасная штука Смотрите в базовом пакете НТВ Блюз Континент ТВ в ваших айфон и айпад и на сайте tvrain.ru Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова